Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии и обратимся к 51 главе. 51 глава неразрывно связана как часть единого текста с предыдущей, 50-й и со следующей, по крайней мере, с началом 52-й главы. Это такой довольно пространный гимн избавления, гимн спасения, который совершает Бог. Но вместе с тем в тексте 51 главы есть целый ряд чрезвычайно важных слов, выражений, идей, которые сами по себе заслуживают совершенно отдельного внимания. Начинается этот гимн с воззвания, с обращения «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Во-первых, в этом выражении довольно хорошо видно, что текст книги пророка Исаии и Вавилонского, 172-й главы, он достаточно сложный. Здесь, с одной стороны, все понятно. Источником откровения является Господь Бог, который через пророка Исаию и Вавилонского обращается к тем людям, которые Исаию слушают, ну и к тем, кто будет потом написанную, записанную эту проповедь читать. С одной стороны, все просто. А с другой стороны, в этом тексте очень часто невозможно ответить на вопрос о том, вот кто говорит «Послушайте меня». То ли это непосредственно Господь Саваоф, взывающий с небес, то ли это Мессия, помазанник, потомок Давида, то ли с наименьшей вероятностью, собственно, пророк. При том, что в оригинале не существует разницы между строчными и прописными буквами, ответить на этот вопрос не всегда так уж просто. И к кому обращается говорящий в данном конкретном месте, к народу Израиля или к Мессии, помазаннику, тоже далеко не всегда очевидно. И, в общем, это вовсе не, знаете ли, неряшливость автора и редактора. Это, я думаю, вполне целенаправленно примененный прием, когда наблюдается подчеркнутая принципиальная двойственность, некоторая весть, месседж, которая исходит от Бога через Мессию, причем нередко до степени неразличимости автор, лицо, от которого исходит весть, сливаются и обращено и к народу Израиля, и к Мессии. И поэтому при помощи этого приема, может быть, даже и осознанно целенаправленно применяемого, здесь подчеркивается в этом тексте два таких момента. С одной стороны, то, что помазанник Мессии Израилев Христос является тем, кто приходит от лица Бога, и в ком, и через кого сам Бог вмешивается в историю, а с другой стороны, судьба народа Божьего и судьба Мессии тоже оказываются одним и тем же, двумя сторонами одной медали. Мы увидим это в дальнейшем в следующих главах, и видно это и в 51 главе тоже. Итак, вот некто, вероятно, все же Отец Небесный, Господь Саваоф, обращается к израильтянам и говорит «Послушайте меня, стремящиеся к правде и ищущие Господа». Вот ключевая мысль этой главы в том, что Бог обращается к тем, кто пытается построить свою жизнь по правде Божьей. Это, собственно, называется словами «ищущие Бога». В поздней античности, в раннем средневековье, нередко люди думали, что «ищущие Бога» – это те, которые ведут какой-нибудь совершенно противоестественный образ жизни, дышат через уши, какие-нибудь еще многотрудные и бессмысленные экзерсисы над собой производят, ожидая озарения от Бога, свет в конце туннеля, вот эта вот вся деревня Шамбаловка. Нет, нет, Исайя и Господь через Исайю говорят, что «ищущие Бога» – это не охотники до мистических переживаний, а это те, кто стремятся к правде, кто стараются поступать по той правде Божьей, которую они сумели понять, которую они сумели услышать. «Ищущие Бога» – это понятие, имеющее отношение к совершенно конкретной и, я бы сказал, вполне обычной и простой человеческой жизни. Это одно. Второе. Дальше, смотрите, Господь, обращаясь к израильтянам, собственно, находящимся в плену, говорит, «Посмотрите на Авраама, я призвал его одного, благословил и размножил его». И вот, говорит Господь, так Он утешит Сион, так Господь утешит Сион и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. И снова, посмотрите-ка, стереотипные наши представления предполагают, что рай, здесь в греческом, в септуагенте употреблено персидское слово «парадейсос», а большая часть переводов не переводят, а говорят «эдем». Мы полагаем, что это где-то там за облаками, куда летал Гагарин, куда мы после смерти отправимся, здесь все плохо, а там будет все хорошо. Ну и пусть здесь остается все плохо, нам все равно. Мы умрем, оставим эту юдоль страданий, несправедливости и жестокости, будем наслаждаться там, в этом самом, типа в раю. А ничего подобного. Бог совершенно этого не предполагает, не имеет в виду, потому что он сделает пустыню Сиона, как рай, он сделает степь его, как сад Господа. Оказывается, райский сад, эдем, это то, что по замыслу Бога должно прийти в этот мир, в эту нашу жизнь. То есть, грубо говоря, мы своим стремлением к правде призваны превратить пустыню в рай, превратить степь в сады Господни. Эту жизнь, этот мир, посюсторонний. И на самом деле это чрезвычайно важно помнить, потому что, когда в Новом Завете Христос говорит о том, что Царство Божие внутрь вас, он исходит из вот этой, из айиной парадигмы, а не из слегка перелицованной, шитой белыми нитками парадигмы мрачного Аида, земного круга и олимпийских, этих самых, елисейских полей, свойственных античным Элленам. Вот важно очень увидеть в этом, в общем, проходном, конечно, стихе, тем не менее, эту картину. Это третий стих. И вот дальше Господь говорит, «Послушайте меня, народ мой, преклоните ухо ко мне». Смотрите, оказывается, Бог называет Израиль не просто народ мой, племя мое. «Преклоните, послушайте меня, потому что от меня произойдет закон, и суд поставлю в свет для народов». Мой суд, мою правду. «Развлечение добра и зла», как говорит об этом апостол Павел. «Вот, правда моя близка, и спасение мое восходит. И мышца моя будет судить народы по правде». Бог таким образом становится источником этой правды. не просто критерием развлечения. Мы, знаете, часто думаем, что в жизни все должно быть хорошо, правильно, справедливо и так далее. А если что-то не так, то это Бог виноват, вовремя не вмешался, не справился, проявил халатность и так далее. А на самом деле нет. Правда и всякое устроение – это всегда дар Божьего присутствия. И только Божьего присутствия. Теперь дальше. Чрезвычайно важные слова говорит Господь в 6 стихе о том, что правда Божья, собственно, она близка к людям, вот она к народу Божьему приходит, входит в жизнь. Правда Божья становится организующей сердце человека и жизнь человека силой для Израиля, для тех, кто находится в Вавилонском плену. И вот Господь говорит, «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю. Небеса исчезнут, земля обветшает, как одежда, жители ее вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». Во-первых, Бог говорит о вечности его правды, о том, что это не временные установления, сформулированные применительно конкретным обстоятельством. Это, собственно, присутствие вечной правды и премудрости Божьей в человеческой жизни. Во-первых. А во-вторых, Господь предлагает свою правду здесь, через Исаию, читателям. Все-таки Господь предлагает свою правду, как то единственное прочное, что вообще есть в мире и в жизни. Здесь, видите, небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. Люди, которые формулируют, слушают, записывают, читают это откровение, видят мир как нечто весьма и весьма мимолетное, кратковременное, потому что время нашей жизни и впрямь, чрезвычайно коротко, и все в этом мире непрочно, кроме правды Божьей. Кроме того, что добро – это добро, зло – это зло, жизнь там, где Бог, смерть там, где Бога не слушают. Вот такой баланс непрочного и временного, и прочного и вечного. И снова обращаясь к израильтянам, Господь через пророка говорит, послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, собственно, людьми Бога, народом Бога, израильтян в Вавилоне, да и любых людей в любых местах, в любые времена тоже народом Бога делает то, что люди знают правду, и у них в сердце закон Божий. И снова Господь повторяет, поношение от людей и злословие их, не страшитесь, потому что, да, это не сахарная жизнь и не сахарный путь народа Божьего, но он говорит, нет, не страшитесь ни поношения, ни враждебности, ни злословия людей, потому что правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Следующая часть гимна в этой главе – это такое, в общем, обращение к мышце Господней, к тому, то ли поэтическому символу, который обозначает действие Бога, то ли, может быть, как некоторые толкователи думают, это в неявном виде, или даже практически в явном виде, обращение к Мессии Израиля. «Восстань, облекись крепостью мышца Господня». Собственно, по аналогии, впрочем, с более древними гимнами, как там, скажем, с песней Моисея в Исходе, мы можем полагать, что это риторический прием, обращенный все-таки с прославлением к самому Богу. «Восстань, мышца Господня» означает в таком случае примерно то же самое, что мы бы сказали «Ура, как здорово, что Бог сильнее всех!» Вот примерно такой смысл этого обращения. И дальше «Не ты ли имеется в виду мышца Господня?» Там «Сразила Раава, поразила крокодила, иссушила море, превратила глубины моря в дорогу, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с пением». Вроде как все примеры из исхода из Египта, а в конце концов разговор о том, что точно так же. Как спаслись из Египта израильтяне мышцею Господней, так же они спасутся и вернутся на Сион с пением и из Вавилонского плена. И поэтому Бог через пророка призывает радоваться. Вообще все плохо. Вавилоня не еще тут, на боевом посту. Персы, которые с оружием в руках ломятся в эту Вавилонию, про них тоже неизвестно. Может, они такие же, как все завоеватели. Еще вокруг какие-то народы, тоже враждебные. Все друг к другу, просто все друг к другу. И мир, жестокое, кровавое, и бессмысленное месиво представляет. И израильтяне слабые, разобщены. И они бедные, голые, как церковные мыши. И ничего у них нет. И все плохо, все страшно. Но Бог говорит, поскольку вы уцепились за правду Божью, а она вечна, а она прочна, а она устоит, значит, можно начинать радоваться тому, что Божье спасение будет, тому, что оно не приложено для того, кто за правду Божью держится. Поэтому Господь говорит, радость вечная над головой их. Я утешитель их. Кто ты, что боишься человека, который умирает? И сына человеческого, который тоже, что трава. Чего их всех бояться? Потому что я утешитель ваш. Мы уже не раз говорили, обращаясь к разным библейским текстам, о том, что слово утешитель очень многогранное. Это и Бог, который отрет всякую слезу. Это и Бог, который будет сам заступником, защитником своего народа. Это Бог, который ведет от рабства к свободе. Вот он говорит, я твой утешитель. Чего ты людей боишься? Забываешь Господа, Творца своего. Скоро освобожден будет пленный. И я вложу слова мои в уста твои. А вот здесь уже не так очевидно. Я вложу слова мои, надо полагать, говорит Бог, в уста твои. Чьи твои? Читается, как будто бы обращено к Израилю, но разве к Израилю? В его уста вложено слово Господне. Скорее, все-таки в уста Мессии, помазанника. И мы видим, что, оказывается, может быть, в этом гимне, помазанник призывает радоваться прочности и надежности правды Божьей, которую Бог вложит в уста Мессии, в уста Христа, чтобы сказать Сиону, ты мой народ. Значит, вот эта весть о правде Божьей, которая становится прочным, как скала спасением, она не вообще произносится, вкладывается в уста Мессии, для того, чтобы он возвестил усыновление Богом своего народа на Сионе. И дальше Господь говорит, восстань, Иерусалим, восстань, встань заново, воспрянь. Ну, вообще, конечно, совершенно уместным был бы здесь перевод «воскресни». Вот, встань заново, встань из мертвых, воспрянь из мертвых. Но традиция нашего языка все же приписывает использовать слово «воскресни» применительно только Господу Иисусу, распятому и воскресшему. Поэтому и авторы синодального перевода здесь вот используют чуть другие слова с практически тем же смыслом. Бог говорит, воскресни, Иерусалим, ты выпил чашу ярости из руки Господа. Гнев Божий излился на тебя, и ты перенес то, что должно было перенести по справедливости. Теперь эта чаша ярости Господней изливается на гонителей. Вот тебя постигли бедствия, некому было поддержать его, народ Божий, за руку, опустошение, истребление, голод и меч. Как я утешу тебя! И вот, говорит Бог, слушай, выслушай это, страдалец, я Бог, отмещающий за свой народ. И Господь говорит, что Он забирает из рук Израиля чашу ярости и отдает ее мучителям. Мучителям твоим отдам ее. Отольются кошки мышкины слезки. Эти мучители Израиля, в первую очередь, в Вавилонии, конечно, вот они сами испытают на себе то, что они Израиль заставили испытать. Я Бог, отмещающий за свой народ, подам эту чашу опьянения в руки мучителей твоих. Это не Израиль сделает. И даже, вероятно, не Мессия, а это сделает сам Бог. Вот таким поворотом истории. Ну и надо по совести сказать, что собственно именно это с Вавилониями то и произошло. Заключительные слова гимна, они уже перешли в 52-ю главу, мы еще раз о них потом скажем. Вот эти слова снова повторяют смысл. Встань, встань, Сион, облекись в одежду, потому что теперь у тебя будет новая жизнь, новая жизнь, свободная от рабства и греха. Время отражаться в и греха. Продолжение следует...